всем привет сегодня будем готовить котлетки куриные рубленые с кабачком если никогда не пробовали очень советую как это получается вкусными они такие сочные нежные и блюдо в общем достаточно диетическое немного калорий в нем ингредиенты все простые хоть зимой хоть для этого можно приготовить все просто все понятно для котлет нам понадобится куриное мясо можно взять любое мясо и грудку и сокрачков мясо я срезала с бедра шип мяса просто я заранее просто все подготовила косточки пойдут на суп мясо пойдет на котлеты безотходное производство в любом случае если вы хотите более диетическое то берите грудку либо можно взять индюшку получится все очень вкусно это в общем как хотите на ваш выбор и для начала это мы убираем нам нужно почистить и помыть кабачок теперь мы кабачок натираем на крупной терке и еще чтобы было понятно по соотношению примерно на полкило мяса полкило кабачков ну не до граммов конечно но вот на полкило вот такой небольшой средний кабачок теперь кабачки нужно посолить и перемешать все они у нас постоят минут 10-15 нам нужно подождать чтобы они дали сок пока кабачки стоят мы займемся мясом каждый кусочек нам нужно нарезать на тоненькие тоненькие полосочки режем насколько возможно мелко вот так что получались мелкие кусочки теперь нам нужно нарезать лук его мы режем тоже максимально мелко максимально тонко можно даже на терке потереть я не вижу смысла честно и вот вот так вот меленько и вот здесь прям чтобы они тоненькие тоненькие были чем больше тем лучше и лук сразу добавляем сюда курицы вот так его разминаем руками он и сок даст и в то же время разломится на такие на ломтики то есть у меня будет цельными кусками сюда же мы добавляем чеснок количество чеснока берите по своему вкусу просто для аромат это две-три дольки этого будет вполне достаточно если хотите чтобы он действительно прям чувствовался был поострее уберите больше сюда же разбиваем одно яйцо и нужно нарезать мелко зелень добавляем сюда же и сюда нам нужно подсыпать манки я делаю на глаз внутри 4 ложки столовой примерно вот так и и теперь сюда добавляем уже приправы если хотите можно подсолить но как бы дело вкуса потому что не забывайте что вот у нас уже кабачки на подходе они уже уже мы их посолили не уже соленые приправы можно добавлять любые по вашему вкусу ну естественно которые подходят куриным мясом который вот для курицы для сочной грудки вообще для окорочков достаточно большой выбор какие хотите все это хорошенько перемешиваем теперь сюда нам нужно добавить кабачок вот если видно очень хорошо дал сок уже достаточно много жидкости нам нужно его отжать и добавить к мясу прям не стесняемся вот так руками максимально отжимаем чем лучше отожмете тем меньше воды будет в котлетах они не получится у вас сухими в любом случае потому что они сейчас постоят и еще дадут еще кабачок даст сок видите сколько жидкости очень много сока от кабачка все это хорошенько перемешиваем можно даже не ложка можно руками замешивать так еще лучше будет теперь фарш это нужно оставить минут на двадцать примерно чтобы он постоял просто здесь добавлено манка поэтому ей нужно немножко разбухнуть она будет впитывать лишнюю жидкость и разбухать поэтому убираем и ждем 20 минут в это время вы можете включить допустим духовку можно такие котлетки пожарить на сковородки можно сделать в пароварке можно в духовке поэтому как хотите я буду делать в духовке поэтому я включаю духовку заранее до 200 градусов разогреваю если вы будете просто жарить просто на сковородке тогда пожарить как обычно на масле она будет с ремяной горочкой в общем на ваш выбор фарш у нас готов теперь мы начинаем готовить уже котлетки фарш мы просто выкладываем на противень так ложечкой и уже здесь формируем котлетку просто разравниваем чтобы она была кругленькая и не толстенькая у меня противень сентябригарным покрытием если у вас обычный то тогда лучше смазать немножко растительным маслом вот таким образом выкладываем все котлетки ставим в духовку уже разогретую на 15 минут теперь котлетки нам нужно перевернуть еще и подливаю немножечко водички не бойтесь у нас котлеты не сварятся они просто немножко ну как бы пропариться вот прям чуть-чуть чуть-чуть водичка сейчас сразу испарится все теперь мы ставим котлеты еще буквально 15-20 минут ну зависит от вашей духовки ориентируйтесь сами котлетки готовы перекладываем я буду конечно же готовить следующую партию сейчас небольшую противень все не умещается вот одну котлетку хочу показать вот не знаю насколько видно но вот вилочка прям проваливается вот на мой вкус допустим они намного вкуснее вот эти котлетки чем обычные куриные просто без кабачков которые жарятся на масле не очень вкусные очень нежные дают во рту очень вкусно очень рекомендую обязательно приготовьте побалуйте себя своих близких всем спасибо приятного аппетита пока пока удачи 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 Продолжение следует...